Привет, друзья! Еду с тренировочки и по традиции обсудим разные интересные темы. Сегодня хотел бы поговорить с вами, обсудить, вы уже все наверняка видели, ролик, где Папа Смит, на мой взгляд, не очень красиво с его стороны, высказывается по поводу Дениса Зиновьева. Денис Зиновьев очень грамотный специалист, хороший тренер, методист. И, судя по тому, о чем он говорит в своих роликах, видно, что человек старается следить за последними исследованиями, разработками научными в области спорта. Чего не скажешь, к сожалению, о Папе Смите. При том, что я очень сильно уважаю Папу Смита как спортсмена, как человека, я его, к сожалению, не знаю. Как спортсмен действительно выдающийся, выступал в Америке, в прекрасной форме. И наоборот, он как более старшее поколение должен уважительно относиться к другим молодым специалистам, тренерам и адекватно воспринимать критику. Но, друзья, хочу подчеркнуть, не путайте, пожалуйста, критику с тем идиотизмом, которое творят говноблогеры. Денис Зиновьев не говноблогер. Человек занимается, тренируется, изучает, обучает, в отличие от тех же говноблогеров, которые просто-просто критикуют. Обратите внимание, что говноблогеры путают, путают идиотизм с критикой, а хамство с точкой зрения. Ну, я думаю, вы все понимаете, о ком речь. Не Папа Смит, не Денис Зиновьев не являются говноблогерами. Это грамотные специалисты. Но, к сожалению, Папа Смит грубо как-то некорректно высказывался. А я все-таки за то, чтобы мы люди, я тоже вроде как-то стараюсь относить себя не к говноблогерам, я больше методист, стараюсь давать вам теорию, практику, которую сам знаю, изучаю, постоянно изучаю, стараюсь тоже все новое изучать. И вот Папа Смит лучше бы не говорил про то, как растут мышцы. Вот этот, на самом деле, идиотизм, который он сказал про рвущиеся мышечные волокна и заполняющиеся молочной кислотой, но это действительно, друзья, смешно. И я здесь с Денисом совершенно солидарен. Ну, нельзя, нельзя. В чем не разбираешься, лучше не говорить. Это смешно. При том, что я целиком и полностью согласен с Папой Смитом относительно кардио. Для натурала кардио не то, что бесполезно, а опасно, потому что вы будете пережигать мышцы именно в первую очередь. Лучше просто грамотно питаться, грамотно тренироваться. Вон, посмотрите, Папа Смит сейчас в прекрасной форме, при том не делает никакого кардио. Но это тема отдельная. Как я понял, основной спор возник именно по отношению того, что Денис высказался по поводу Милоша Сарцева. Друзья, хочу сказать сразу. Папа Смит критиковал Дениса за то, что кто такой Денис и кто такой Милош. Давайте действительно разберемся. По сравнению с Милошем и даже с Папой Смитом, ни Денис, ни я действительно не стоим даже на одном уровне. Это выдающиеся спортсмены. Нам с Денисом действительно очень далеко до этого. Ну и многим другим блогерам. Но, друзья, авторитеты ничего не значат. И в психологии даже есть такой термин, я не буду вас грузить научными названиями. Вы можете это просто сами изучить. Что чем больше авторитет, тем население, народ, больше доверяет ему. А должно быть наоборот. Потому что любой человек, в том числе и авторитетный, может ошибаться. В конце концов, может просто оговориться. Так вот, Милош, тоже обратите внимание, почему. Я не знаю, почему Папа Смит закончил карьеру свою. Но Милош Сарцев закончил свою карьеру на пике. Я как раз-таки был молод, тренироваться только начинал. Следил в то время за бодибилдингом, за всеми действующими лицами. И Милош на пике карьеры, будучи в такой прекрасной форме, просто прекращает ее. Почему? По глупости. Потому что начал применять синтол. Не так ставил, не туда ставил, возможно не то ставил. И его мышцы просто стали уродливыми. Судьи это все видели. Естественно, не хотелось позориться, пришлось прекращать карьеру. Ушел в тренерство. И Денис Зиновьев совершенно корректно и правильно указывает на безграмотность в плане тренера Милоша Сарцева. Именно как тренера не знаю в других его тренировочных программах, но то, что мы видели на видео, когда одно за другим упражнения на широчайшие мышцы делаются еще и без перерыва. Это безграмотно. И спасает его подопечного только, друзья, только наличие высоких дозировок анаболических и андрогенных гормонов. Это нужно понимать. Если бы люди тренировались грамотно, они были бы еще более огромными и большими. Спасают только гормоны, которые вводятся извне. Почему? Все это очень давно уже объяснил нам Виктор Николаевич Силуянов. И мне, к сожалению, очень-очень печально, на самом деле, что папа Смит этого не знает. Чрезмерное закисление, особенно если вы натурал, а все-таки и Зиновьева, и папу Смита, и меня смотрят большинство людей, которые тренируются натурально, которые не хотят выступать, которые не ставят и не будут ставить себе фармакологию использовать. И такая тренировка реально убьет. Да, мышцы будут болеть, но они не будут расти. Наоборот, даже будут разрушаться. Гормонов не будет, не будет. Достаточно белка. А Денис правильно сказал о том, что могут быть даже смертельные случаи. Ведь очень много смертей было у кроссфитеров и происходит на соревнованиях. Почему? Да потому что мышечные волокна, отрываясь, если при таком бешеном режиме тренинга, реально могут вас убить, попадая в кровоток. Это очень страшно. Это нужно помнить. Но что самое-самое смешное, на мой взгляд, и печальное, это то, что папа Смит говорит, при том, подчеркивая, как это ни странно, тоже, видать, где-то на подсознании понимает, что, Денис, ты бесбестолочь, как ты не понимаешь. А я тебе объясню, когда Милош дает своему подопечному, меняя тренажер на тренажер, кроссовер на тренажер, гантели, мы задействуем, тем самым рекрутируем другие мышечные волокна. Это тоже глупость. Рекрутировать другие мышечные волокна можно было бы, меняя режим тренинга, но никак не упражнение. Там не важно вообще на самом деле, с точки зрения упражнения, в кроссовер ты пойдешь с гантелями или в тренажер. А важно, какой вес от разового максимума ты используешь. Ведь все сейчас, это основы, знают, что чем ближе к разовому максимуму, тем больше мышечных волокон рекрутируется. И я понимаю, если бы менялся режим тренинга именно в этом ключе, то есть сделал бы он в кроссовере, к примеру, с меньшим весом на большее количество повторений, а пошел, взял гантели потяжелее, и сделал меньшее количество повторений, но с большим весом. Или наоборот, вот здесь какой-то можно было бы еще найти логический ход мысли, но его нет. И еще раз, по авторитетам, друзья, кто бы вам что ни говорил, всегда перепроверяйте. Вот вам один очень наглядный пример из области науки, который сейчас вызывает улыбку у всех, кто более-менее интересуется этой темой. Один раз на лекциях один профессор сказал, что у мухи 8 ног. Ну и с тех пор, почти на протяжении 100 лет, практически 100 лет, об этом говорили, никто не проверял. Пока на какой-то из лекций один студент не убил муху и просто взял, не посчитал. И оказалось, что у мухи 6 ног. Понимаете, да? Один очень уважаемый человек сказал, что 8, никто не перепроверял, а потом оказалось, что 6 ног у мухи. Это простой такой пример из истории. Но как можно утверждать, что Милош и его ученики находятся там на верхушке пирамиды, а ты, Денис Зиновьев, там тупой? Так нельзя утверждать. И я с Денисом здесь согласен, это некорректно. Давайте все-таки, друзья, если мы стараемся нести какую-то полезную информацию в массы, сотрудничать друг с другом, наоборот, как-то развивать нашу индустрию, не ругаться, не сраться друг с другом, не красит это никого. Тем более такого уважаемого спортсмена, взрослого, солидного мужика, как папа СМИ. И тем более, если ты не разбираешься в биохимии. Ну какие, друзья, разрывы мышечных волокон? Ну это прошлое столетие, прошлый век. Все мы знаем, что гипертрофировать мышечное волокно можно только за счет гиперплазии миофибрил. Простыми словами, что увеличить мышечную клетку можно только путем увеличения количества миофибрил. Миофибрилы это такие структурные единицы мышечной клетки. А если кто не знает, мышечное волокно и мышечная клетка это одно и то же. Поэтому, друзья, делайте выводы сами. Я здесь целиком и полностью на стороне и поддерживаю Дениса Зиновьева. Потому что грамотная критика не человека. Заметьте, никто не критиковал другого человека. Критиковалась теория и она обосновывалась. Денис Зиновьев сказал, что неправильно. Обосновал это с научной точки зрения. Но папа Смит обозвал Дениса тупым. На мой взгляд, это некрасиво. Что вы думаете по этому поводу, друзья? Пишите в комментариях. Мне это очень интересно. И обязательно поддержите Дениса. Ведь он, не боясь авторитетов, смело рассказывает вам, что правильно, что неправильно. Но, в первую очередь, если хотите разбираться во всем, изучайте все сами. И у вас тогда не будет возникать никаких проблем. Что? Кто говорит. И поверьте, если кто-то достиг чего-то, каких-то высот в спорте, в том же бодибилдинге, это не значит, что он где-то что-то знает лучше какого-то либо другого инструктора. По крайней мере, с теоретической точки зрения. А Денис, еще раз повторюсь, здесь показал себя более грамотным. Обосновал каждое свое заявление. И вы должны понимать, что широчайшая мышца, под какими бы углами вы ее не прокачивали, на каком тренажере бы вы ее не напрягали. Напрягается, работает целиком и полностью. Не может мышца напрягаться каким-то отдельным своим участком. Точно так же, как нельзя изолировать какую-либо из головок бицепса или трицепса. Единственное, что можно воздействовать, это на пучки дельт и на грудные мышцы. Кому интересно, есть об этом статьи. Лучше всего об этом рассказывает Дмитрий Ковинов. Запомните, и икроножные, и квадрицепсы, несмотря на то, что там четыре головки. Нельзя, кто бы вам что ни говорил, как-то воздействовать на капельку, на внутреннюю часть квадрицепса, на внешнюю. Все четыре головки будут работать всегда, во всех упражнениях. А вот какая из них будет больше, мощнее, это уже генетика, друзья. Так что, думаем всегда головой, поддерживаем лайками, если вы согласны, если не согласны, дизлайками. И обязательно пишите в комментариях, повторюсь, что вы думаете по этому поводу. Очень интересно послушать. И в конце хочу все-таки сказать еще раз. Нет у меня негатива к папе Смиту. И я здесь, на стороне Дениса Зиновьева, не потому что Денис Зиновьев мне больше нравится, а папа Смит мне, к примеру, не нравится. Нет, дело в том, что Денис Зиновьев говорит то, что есть сейчас на самом деле в научном мире, обосновывая это теоретическими знаниями. Папа Смит апеллирует, к сожалению, теории прошлого. При всем моем к нему уважении, как к спортсмену. Ну вот и все, что я хотел сегодня с вами обсудить. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok